Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Екатерина Лазарева. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Диалог студентов и правительства Республики Татарстан. В лицее имени Лавачевского отметили Международный женский день. Утечка метана или мертвые зоны в России. В нашем следующем сюжете мы расскажем, что волнует студентов по части науки и качества образования в вузах республики. Мы пообщались с председателем комиссии по образованию и культуре молодежного парламента при Госсовете Республики Татарстан и узнали его мнение о дистанционном обучении, а также научной деятельности в стенах Казанского федерального университета. Всем добрый день! Вот только что прозвучало вступительное слово круглого стола качества образования и наука, который проходит в рамках 9-го конгресса студентов Республики Татарстан. Напомним, что оно проходит при поддержке президента Республики Татарстан Рустама Мениханова, а также Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Мы находимся на площадке, где студенты могут высказать свое мнение, прийти к общему решению актуальных проблем путем выстраивания конструктивного диалога с правительством и администрацией. Участники круглого стола представители научных обществ Республики Татарстан из 30 образовательных организаций и представителей вузов. Гостями и экспертами стали представители администрации и правительства. В интервью нашему телеканалу председатель комиссии по образованию культуры молодежного парламента при Государственном совете Республики Татарстан рассказал, что нужно придерживаться регулярно обновляемой стратегии популяризации науки среди студентов и молодежи. Сделать ее доступной и после этого показать, что это круто, что есть возможности, что есть гранты, что ты можешь реализоваться не только как певец, спортсмен или еще что-то, а именно твой мозг, твой интеллект поможет тебе добиться очень высоких результатов на благо человечества именно в научной сфере. Мы попросили прокомментировать Игоря Смирнова дистанционное образование. Он подчеркнул, что онлайн обучение очень много плюсов, но по его мнению оно не сможет заменить очное образование. Поколение Z и последующее поколение, которое сейчас идет, они очень быстрые. Они, возможно, могут сэкономить время не на оффлайн, а на онлайн как раз. И образование как раз хороший пример, когда сейчас смотрят вебинары, сейчас к ЕГЭ готовятся с помощью онлайн школ. Мы спросили у Игоря Владимировича, насколько в молодежном парламенте Республики Торстан информировано о том, что делается в части науки в Казанском федеральном университете. При этом упомянули о том, что в самом ближайшем будущем будут открыты двери технопарка при КФУ, целью которого станет предоставление возможности студентам, аспирантам и сотрудникам развивать кружковую и научную деятельность. Я сам аспирант Казанского федерального и при этом прекрасно понимаю, какие есть возможности для аспирантов, студентов Казанского федерального университета. Это прекрасный вуз, это альмаматор и в принципе все вузы Казани в этом плане очень хорошо идут. Как сейчас обстоит дело с наукой, в принципе я всегда знаю и вижу, что идет движение. Центральные проблемы, которые сегодня волнуют студентов по части науки, это платное использование библиотечных систем, проблема недостатка мероприятий для организаторов научной деятельности в вузах Татарстана, недостаток аудиторий для научной деятельности. Перед участниками стоит задача выявить актуальные запросы студентов в поиск путей их решения. Эксперты обратили внимание, что выступления и проблемы, лежащие в основе докладов, носят больше социально-бытовой, нежели научный характер. В частности, представитель Минпросвещения России Лариса Сулима отметила, что прозвучавшие проблемы имеют локальный характер и должны обсуждаться в первую очередь в стенах университета. Но, что я увидела во втором выступлении, и в первом и втором выступлении, сегодня вы готовитесь к Большому конгрессу республики, планируете выносить вопросы на уровень президента, правительства, Совета ректоров, но второе выступление, оно носит локальный характер. Оно касается исключительно проблем одного высшего учебного заведения, наверное, главного в нашей республике, это Казанского федерального университета. У меня вопрос к выступающим. Уважаемые коллеги, а являетесь ли вы, я имею в виду, членами великих студентов студенческого совета данного университета, членами ученого совета данного университета? Поднимаете ли эти вопросы вы на ученом совете своего Казанского университета? Встречаетесь ли вы с проректором о воспитательной и социальной работе, Олегом Геевичем Межведевым, поднимали ли перед управлением по воспитательной работе Казанского университета Это то, что у вас сегодня коммерциализация услуг в вашей библиотеке Лобачевской, в которой мы тоже все выросли, я тоже выпускница Казанского государственного университета. И мы в свое время не сканировали, а в пользу переписывали, потому что не было ни сканеров, ничего такого в то время. Сидели в архивах, писали от руки, письменно переписывали все источники и так далее. Итогом работы 9-го Конгресса студентов Республики Тарстан стала резолюция по направлению качества образования и наука, которая должна быть реализована в установленные сроки. Согласно трехстороннему соглашению между правительством Республики Тарстан, Советов ректоров вузов Республики Тарстан и Лигой студентов Республики Тарстан. Ленар Довлетяров, Илья Андреев, Универньюз. В Казанском университете стартовал ряд мероприятий, посвященных празднованию Международного женского дня. Все подробности далее. Недаром Международный женский день также часто называют праздником весны. В это время нас часто радует теплая и солнечная погода. И вот в приближении этого замечательного праздника решили отметить учащиеся лицеи имени Ловачевского Казанского университета. Талантливые учащиеся талантливы во всем. В этот день ученики лицея порадовали зрителей песнями, танцами, стихами и игрой на музыкальных инструментах. На самом деле дети наши очень любят выступать и организовывать концерты по любому поводу. Но вот в честь этого праздника, женщин, мам, любимых, красоты женской, женского ума, женской щедрости души, мне кажется, дети все это чувствуют и с особым энтузиазмом готовят концерт. Поздравления и пожелания получили не только педагоги и ученицы, но и их мамы и бабушки. Нужно поздравлять всех женщин, уважать их и дарить им счастья, добра. Я считаю, что женщины – это главное, что есть в жизни. Они дарят нам жизнь и улыбку всем. Ребят, почему считаете важным отмечать этот праздник? Потому что нам очень важны наши женщины, и нам очень важно их поздравить в этот день. Мы вас очень любим. Без прекрасного пола жизнь так прекрасна, их надо радовать. Тепла, любви, поздравляем, заботы. Директор лицея Елена Скобельцина открыла нам небольшую тайну. В следующем году участие в подготовке к концерту примут не только педагоги и ученики, но и их папы. Диана Жленкова, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Отравление, потеря сознания и смерть. Станет ли это реальностью для каждого из нас? И может ли утечка метана стать одним из самых вероятных сценариев резкого изменения климата во всем мире? Об этом и не только в нашем следующем сюжете. В первый день весны российские медиа вновь заговорили о проблеме глобального потепления, а главное о повышении температуры и последующего высвобождения газов в атмосферу. Исследователи ведущего американского журнала Proceedings of the National Academy of Sciences заявляют, что концентрация метана в море Лаптевых сильно увеличивается и причиной тому высвобождение его древних запасов, которые скрыты на дне под слоем вечной мерзлоты. Высвобождается прежде всего замороженный метан. Это может серьезно повлиять на климат планеты. Ученые изучили высвобождение метана в море Лаптевых и обнаружили, что уровень парникового газа на поверхностях в 4-8 раз превышает нормальные значения. Мы связались с заведующим кафедрой природообустройства и водопользования Казанского федерального университета Мингазовой нафисой Мансуровной. Она спрогнозировала, что участок, подверженный выбросам метана, будет безжизненным. Водные объекты, в которых есть метан, так называемые метановые озера, или когда идет выброс метана, например, от оходов, эти водоемы бывают, как правило, безжизненные. Это мертвый водоем. Не случайно для них даже существует термин «мертвая вода». То есть такие водоемы стараются избегать местное население. На таких водоемах, по сути, невозможно работать. Нафиса Мансуровна также отметила, что выбросы метана чрезвычайно опасны для человека. Так она рассказала историю, как в одном из сел республики Татарстан женщина уронила ведро в колодец и попросила молодого соседа его достать. Он полез и не вернулся. За ним другой. В итоге три человека, один за другим, спускались, теряли сознание, получали отравление и умирали в этом колодце. И все потому, что на дне колодца была концентрация метана. Влиять же на концентрацию метана на природных объектах очень сложно. Эти мертвые зоны чрезвычайно токсичны. Комментируя тему высвобождения метана в море Лаптевых, эксперты геологической службы Соединенных Штатов Америки считают, что пробуждение метановой бомбы является одним из самых вероятных сценариев резкого изменения климата. Российские ученые говорят, что метан из-под Арктики вряд ли повлияет на потепление мгновенно. Но опасный процесс уже запущен и, очевидно, будет продолжаться. Поэтому исследованием остается только анализировать его возможные последствия. Илья Андреев, Виолетта Басова, Универньюз. На этом все. В студии была Екатерина Лазарева. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok